Музыка Урбанизация, наш образ жизни, максимальное распространение фастфуда, отсутствие какой-то физической активности, которая, по большому счету, внедряется уже в нашу жизнь практически с пеленок. И когда наши малыши сидят с телефонами, занимаются какими-то гаджетами, развлекаются и занимают свое время. Это все закладывает основу тому, что с течением жизни мы приобретаем определенные привычки, определенные нездоровые такие структуры поведения, которые являются первопричиной нарушения этого здоровья. Музыка Главный такой вот посыл сегодняшнего дня – сохранить здоровье людей и сохранить здоровье семьи. Мы открыли двери для наших дорогих пациентов для того, чтобы рассказать им о возможностях Национального центра эндокринологии, рассказать им о том, что ожирение – это не приговор, это то заболевание, которое очень хорошо лечится. Глобальная проблема ожирения заключается в том, что, с одной стороны, каждый из нас знает, что надо сделать, чтобы похудеть, и все не знают, что надо сделать, чтобы похудеть. А, наверное, формула похудения заключается в том, чтобы каждый пациент, потому что это уже пациент, человек, который имеет избыточную массу тела и ожирения, который с этим уже столкнулся, он должен понять, что это на всю жизнь. Не существует феерических успехов, вот сегодня похудела, это на всю жизнь зафиксировалось. Это на всю жизнь. Принять эту позицию, что на всю жизнь, с одной стороны, с другой стороны, найти своего врача. Чтобы каждый пациент, который страдает этим недугом, нашел своего врача. Нашел, поверил в себя, поверил в своего доктора. И вот этот совместный тандем даст возможность преодолеть все преграды, которые стоят на жизненном пути нашего человека. Врач-эндокринолог, к которому они приходят, к кому они приходят, к кому они обращаются за помощью, это врач, как и дирижер симфонического оркестра. И он выстраивает полностью вот эту музыку человеческого организма. Но самое главное, что человек должен сам осознать, что он как бы кузнец своего счастья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята молодцы. Они минимум каких-то, да, по времени минимально это заняло, но они умудрились все продемонстрировать очень хорошо, так, чтобы люди, вот я лично, да, чтобы я лично почувствовала, что это действительно может мне помочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что, во-первых, это было, ну, довольно классно с утра просто пройтись, что-то поделать. Во-вторых, мне очень понравились ребята, девчата, точнее, которые проводили эту историю, потому что они как-то даже меня такую скучную с утра зарядили позитивом. Вот. И, в-третьих, ну, просто интересный опыт. Я скандинавской ходьбой никогда не занималась. Мне всегда казалось, что это просто какие-то странные люди с палками, а это интересно и здорово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно, тот марафон, который стартовал несколько месяцев назад, рассчитан на полгода этого года, это один из элементов для привлечения внимания и государства, и всех медицинских сообществ, и, прежде всего, пациентского сообщества, вообще всего населения России, к тому, что справиться с проблемой ожирения мы можем только, если изменим свой образ жизни, изменим подходы к нашему питанию не точечно. Вот здесь я ем этот бутерброд, а здесь я, значит, яблочко отложу на утро. А, конечно же, нам нужно внедрять новые принципы отношения к собственному здоровью. И я бы не стала фиксироваться непосредственно на вот этих точечных принципах здоровья сейчас. Я бы говорила сейчас о государственном подходе к решению этой проблемы. Мои достижения в лечении сахарного диабета, я от него благополучно избавилась. И сейчас уже ремиссия у меня два года. Минус 50 килограммов. Благодарна врачам, которые работают в ВНЦ. Это просто чудесники, которые нас направляют на правильный здоровый образ жизни и помогают. Изменился образ жизни, исчезла гипертония, опять-таки нет сахарного диабета. Внешний вид улучшился, трудоспособность повысилась. Я победила сегодня в номинации снижения веса более 50 килограмм. Была награждена более двух лет. Удерживаю свой вес в норме. Вес не набирается, даже еще продолжает немножко снижаться. Но уже чуть-чуть. Мы достигли великолепных результатов. Желаю всем здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова